Привет! Я Дарья Поздняк, это моя новая рубрика «Прошу совета». И сегодня ко мне обратилась Ольга с вопросом, как ей закончить работу, чтобы не потерять главное в работе. Что хочется сказать про пейзаж. Мне очень нравится задумка, что мягкий желтый свет по центру работы с заднего плана как бы освещает весь план и выходит на нас. Что вот это вот мягкое свечение заднего плана. Что я могу посоветовать, чтобы не потерять это, чтобы не потерять лёгкость работы, но при этом работу завершить. Во-первых, продлить немножко вот это жёлтое влево по горизонту и завернуть его в отражение в воде. Не обязательно это делать таким же насыщенным и плотным жёлтым. Это может быть как-то фрагментарно, это может быть как-то лёгкими, воздушными, какими-то полупрозрачными мазочками. Вот я на схеме показала примерные области, где бы это хотелось сделать. Но интенсивность, повторюсь, может быть очень лёгкая, полупрозрачная, совсем не такая, как на заднем плане. Но жёлтый сюда продлить хочется, чтобы немножечко засветилось. Дальше слева два дерева вот этих, хочется от них показать намёки тоже на падающие тени. И вот это одно дерево тоже здесь немножечко акцентировать тоже тень. После того, как это всё будет сделано, после того, как будут сделаны жёлтые блики в воде, вот это место на переднем плане захочется его усилить по тону. И я бы, наверное, его усилила бы каким-то зелёным цветом. Тогда передний план как бы обобщится и выйдет на нас. Иначе там может получиться такая тональная пустота, какая-то незавершённость. Но этот момент нужно оценить после того, как будет сделано жёлтое. Когда поменяется тон воды, после этого только будет понятно, насколько можно утемнять вот эту зону. И ещё один момент. Два верхних угла работы, где листва хочется по тону утемнить, сделать их такими широкими массами, никаких деталей, ничего, просто немножечко их утемнить по тону. Это соберёт углы работы, соберёт как бы тональность по периферии кадра. И главное, вот это вот свечение заднего плана, оно ещё немножечко выделится. Так, обо всём ли я сказала? Да. На этом всё. Спасибо Ольге, что ко мне обратилась. Я надеюсь, что благодаря моим советам работа станет, не потеряет свою первоначальную задумку и будет завершена. Как поучаствовать в этой рубрике, читайте под этим видео. С вами была Дарья Поздняк. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»